Вот уже который год в ноябре девушки Приморья участвуют в фотоконкурсе «Леди осень». Популярный проект от Радио Лема был придуман в знак восхищения красотой наших женщин. И в этот раз он вновь стал центром притяжения самых ярких осенних фотографий. Я просто фотограф и часто участвую во всяких проектах. Ну так просто получилось, что как раз перед конкурсом была вот осенняя фотосессия. Более месяца организаторы проекта принимали фотографии участниц в юбилейный сезон. Следующим этапом стал отбор полуфиналисток. Десять прекрасных дам прошли дальше. Среди потенциальных «Леди осень» – юристы, фотографы, экономисты, дизайнеры, студентки, домохозяйки. Я в тот момент была вся в работе. И тут неожиданно раздался звонок. Мне говорят, что я выиграла. Очень была рада и забыла напрочь про работу. Участвовала в этом же конкурсе, но не пришла в финал. И решила еще раз поучаствовать. Полуфинал стал максимально приятным для конкурсанток. Организаторы и партнеры проекта пригласили девушек в «Артлофт» в «Фокусе» на фотосессию. Визажисты Евгения Четверикова, Юлия Кенякина и Валерия Заярная подчеркнули красоту каждой участницы профессиональной косметикой «Никс». А шикарные платья от «Мэри Ми» завершили образ. Приятно, что позвали, что выделили спасибо. Девушки красивые. Это прям честь собрать их на такой конкурс. Та энергетика, которая была здесь, да, немного было тревожно, но очень классно. У нас прямо, мне кажется, с моделями был такой обмен энергиями. Вот. Мы их немножко заряжали, они нас. Прям очень классно. Наша миссия – это сделать девочек красивыми, в принципе, да. И, конечно, этот конкурс – это яркий тому пример, да. И как из обычных девчонок, женщин, можно сказать, мы делаем королев красоты с нашими нарядами. Девушки почувствовали себя настоящими моделями. Их научили ходить по подиуму и позировать. А фотограф Анастасия Лисичкина сделала профессиональные снимки, которые останутся полуфиналисткам на память об осеннем конкурсе. Мы много раз, у нас модельное агентство GML Model, я являюсь директором этого агентства. И мы много раз уже участвовали в подобных конкурсах. Но этот конкурс отличается от многих других тем, что здесь нет параметров, ни возрастных, да, ни каких-то других у девчонок. То есть вы даете возможность участвовать всем. Королеву осенью выберет компетентное жюри, состоящий из партнеров проекта фотографов-представителей модельного агентства. Кто станет обладательницей украшения с настоящими якутскими бриллиантами, узнаем совсем скоро. Кто победил в конкурсе? Хороший вопрос, на который должен быть сразу развернутый ответ. Мы не скажем. Мы скажем это в эфире, только у нас в шоу быстрого реагирования 17-го числа. Но победитель явно уже есть. А кто именно? Ох, интересно. Отметим, что в инстаграм-аккаунте радиостанции путем голосования будет определена победительница приза зрительских симпатий. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.